Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем делать вот такие очаровательные, красивые закусочки к празднику. Скоро Новый год! И я думаю, что вот эти вот закуски в тарталетках очень приятно понравятся любому. Также они получаются очень вкусные и в то же время очень милые. Ну что, давайте с вами рассмотрим подробный процесс их приготовления. Делаются они очень-очень легко, а как видите, получаются забавно и мило. Ну что, давайте приступим к подробному приготовлению этих милых рюшек. Для приготовления нам с вами потребуются тарталетки, оливки для украшения, колбаса, сосиска, тут уже смотрите сами на ваше усмотрение, и зелень. Я буду использовать листья салата и укроп для украшения, а также еще потребуется нам с вами майонез. И еще не сказала, самый главный ингредиент у нас будет, это паштет печеночный. Я сначала хотела сделать сама, но у меня немножко нет времени, поэтому я хочу накрыть стол очень красиво и оригинально, поэтому я буду использовать вот такой печеночный паштет. Ну что, давайте с вами рассмотрим полностью подробный процесс приготовления данной закусочки. Мы берем с вами тарталетки, открываем их. У меня песочные, по-моему, я брала тарталетки для салата. Да, ну вы смотрите, какие у вас есть, берите, чтобы они были вкусные, не экономьте на тарталетках. Так, также мы будем использовать паштет, открываем его с вами. Хорошо, так прям надежно запаковано. Прям такой хороший замок крепления. Так, давайте уберем вот это вот все. Прям так сильно-сильно она клей посажена. Такая вот консистенция у нас паштета. Я паштет убрала уже такой, он вкусный. И что мы делаем? Сначала я немножко капаю майонезико сюда. И это место мы с вами хорошо промазываем. То есть и стеночки, и низ. Вот, видите как. Теперь я беру паштет. И выкладываю. Где-то примерно получается, ну вот ложечка, чуть побольше. И размазываем ровненько. Как я уже ранее вам сказала, что я хотела сюда приготовить паштет. Такой из натуральной печени говяжьей. Сделать его с морковкой, с чесноком. Если у вас есть время, то обязательно сделайте так. Так, давайте все хорошо вот здесь вот сравняем, чтобы было ровненько все и красиво. Так вот, полностью мы с вами очень хорошо все промазали. Вот так ровненько у вас должно получиться. Теперь мы с вами берем сосисочку. Ее открываем. Ну или вы будете использовать, может быть, колбаску. Тут вообще разницы совершенно никакой нет. И нарезаем очень ровненькие вот такие вот кусочки. Для приготовления одной тарталетки нам потребуется два кусочка. Напополам режем. Вы можете использовать шприц или что-то еще. Я вот такую вот железную заготовочку буду использовать. и буду делать из нее носик. Так вот. Вот видите. Теперь ушки я с вами немножко сделаю вот так. Вот эту округлую сторону я ее срежу. И вот это место тоже. Вот так. Можно, кстати, использовать и так. Я на другой тарталетке, потом вы увидите. Я специально сделаю так. В конце ролика. Ушки получатся разные. Так. Уберем все. И что еще я делаю? Я беру шпажку. Можно использовать вообще все, что угодно. И делаю ноздри. Делаем очень-очень аккуратно. Вот видите. И вторую делаем ноздрю. Вот. Вот что у нас с вами получается. Если вы будете использовать шприц или трубочки для коктейля маленькие, то у вас прям дырочки будут. У меня тоже очень красиво получилось. Так. Теперь мы с вами берем вот эти вот две заготовочки и кладем их. Это у нас бутушки. Вот так. А это у нас с вами будет. Сейчас я еще дырочки сделаю получше. Маленько. Так. Оп. И носик у нас с вами получается. Видите, что у нас уже с вами получилось. Теперь мы берем с вами оливочки. Берем одну. И, как вам показать поближе, чтобы было видно. Можно с них сделать одну глазку, а можно несколько. То есть вот так вот нарезаем на кусочки, на квадратики. Вот так вот. И потом ровняем их. Немножко вот эти треугольнички мы закругляем, чтобы они были более округлой формы. Так. Вот так. И вторую точно так же делаем. Можно использовать, конечно, тут чернослив, например, изюм или черный перец горошками. Но это, конечно, нужно придется тогда убирать, все потом кушать. А здесь уже ничего убирать не надо. Вы берете и кушаете. Что-то, по-моему, у меня получились разного размера. Сейчас сделаем одинаково. Так, вот так. И что я теперь делаю? Я возьму спичку, макаю ее в майонез. И вот в этом месте делаем глазки из майонеза. Пятачок можно сдвинуть чуть-чуть. Прямо так делаем глазки. И точно так же делаем второй. Теперь мы, наверное, так возьмем. Аккуратненько по серединке вставляем. Вот так. Смотрите, этот зрачок получился немножко больше. Его можно замазать майонезом. Чуть-чуть. Вот так. Все. Вот такая свинка у нас с вами получилась. Теперь точно так же мы с вами проделаем с остальными тарталетками. Вот такие у нас с вами поросятки получились. Милые. Нужно их обратно поставить. И смотрите, я сделала улыбочки. Тут уже на ваше усмотрение. Взяла шпажку и просто нарисовала нашему хрюну дружелюбную улыбку. Ну, вот и все. Теперь нам остается красиво их поставить в тарталетку. Я буду использовать салат и укроп. Промываем хорошо салат. салат. А потом, когда тарталетки съедятся, можно будет также скушать листики салатов. вот так. Добавим укроп веточки. Ну, и хватит. Вот так достаточно. Все. Теперь нам остается поставить красиво наши тарталетки в серединку. Ну, и, конечно же, по бокам. Так. Сейчас мы посмотрим, как их красиво составить. А, кстати, я вам еще не сказала. Видите, ушки такого плана и такого. Как я просто сосисочку разрезаю и все. И больше ничего не нужно. Вот так. Наверное, вот так поверну. Вот. Ну, и все. Вот такое замечательное украшение мы с вами сделали. Я думаю, что мои гости сегодня будут приятно удивлены. А вы делайте их на праздник. Скоро Новый год. Я думаю, что это украшение обязательно понравится вашим гостям, друзьям, родным. Всем до свидания и до новых встреч. Не забывайте поставить пальчик вверх и подписаться на мой канал. С вами была Ольга Сиволап.